Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить гороховый суп. Этот рецепт мне подсказала моя любимая свекровь, а я вам покажу, как легко, вкусно и быстро приготовить гороховый суп. Для этого нам понадобятся горох, копченые ребрышки, сосиски, картофель, лук, морковка, зелень, соль и перец. Сначала горох хорошо моем, потом насыпаем его в кастрюлю, заливаем холодной водой и оставим горох набухать на 5-6 часов. Итак, друзья, наш настоявшийся горох мы поставили варить, не меняя воду. Горох закипел, мы с него снимаем пенку, покипел он буквально пару минут и теперь мы будем выкладывать туда копченые кости и будем варить минут 15. Не забываем следить за супом, помешивать и снимать пенку. Пока варится мясо и горошек, мы с вами порежем морковку и сосиски соломкой, а лук полукольцами. Наш супчик кипит, вот уже 15 минут. Не забываем помешивать и теперь добавим сюда к мясу картофель. Картофель я порезала вдоль пополам и вот такими вот большими кусочками мы закладываем картошку и будем варить еще минут 15-20 для того, чтобы картофель был мягким. И немножко добавим соли. Все очень замечательно, горошек почти разварился, мы с вами достаем мясо и дадим ему немножечко остыть. Мясо достали, теперь мы тоже достаем картошку и картошку будем разминать вилкой. Мы достали картошку и мясо. Пока они остывают, мы с вами засыпем морковку, лук и сосиски. Оставим все это варить на медленном огне и займемся картошкой и мясом. Мясо немножко остыло, теперь мы его отделяем от кости. Картошку разомнем вилочкой, превращать ее в пюре не надо. Просто, чтобы она была такими маленькими кусочками. Ну вот, друзья, наш суп кипит потихонечку. Мы добавляем обратно мясо и картофель. В общей сложности у нас получилось, что суп кипел минут 40. 15 минут мы варили мясо и минут 25 я варила картошку, потому что клубни у меня были большие. Если у вас картофель мелкий, тогда конечно время уйдет немножко меньше. Все время следите за тем, что у вас испаряется вода, поэтому кипяченую воду вы можете потихонечку добавлять. Вот такая красота у нас получается. Теперь мы добавим перца и соли по вкусу. Не забываем, что мы соль уже немножко добавляли. Обязательно пробуем на соль, потому что копченые ребрышки, они тоже соленые, чтобы суп не пересолили. Сейчас супчик закипит. Варим его еще одну-две минутки и суп готов. Ну вот, друзья, наш суп и готов. Он получился густой, потому что мы горох настаивали, он пюрировался. Теперь мы немножко добавим сметаны и зелень. Вот так легко и просто можно сварить гороховый суп. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подключаться на наш канал, ставьте лайки. Прошу столу и приятного всем аппетита!